Стоп-Пирамида – специальный проект канала Финверсия ТВ. Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. В центре внимания проекта – недобросовестные практики или обман на рынке финансовых услуг. Всем здравия! Добро пожаловать на Стоп-Пирамиду, канал Пашини личной финансовой безопасности. Предупрежден? Вооружен? Поехали! Вместе против мошенников Стоп-Пирамида и Финтютер, проводник Мири Финансов, ссылка в описании. Пожалуйста, поставьте нам лайк, это важно для логаритмов Ютуба и нашей работы. Заранее благодарю. Сегодня в Стоп-Пирамиде. Защити или верни деньги. Сотни СМИ и интернет-сайтов сообщили сумасшедшую новость. Вот некоторые заголовки. Банки заплатят за мошенников. Банки обязаны возместить гражданам, похищенные с их банковских счетов, денежные средства. Закон суров, но это закон. Действительно, с 25 июля вступила в действие новая редакция закона о национальной платежной системе. Какой он? Новый механизм возврата украденных денег. Когда банк обязан вернуть деньги, а в каких случаях нет? Начнем с жестокой статистики центра банка. С каждого украденного рубля банки вернули клиентам менее 9 копеек в прошлом году. Впрочем, это в два раза лучше, чем годом ранее, когда банки вернули всего 4 копейки с половиной. Объем мошеннических операций без согласия клиентов превысил 15 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем в 2022 году. Количество криминальных транзакций увеличилось на 33% и составило около 1 миллиона 200 тысяч. А вот средний чек, мошеннический чек, наоборот упал до 13 с половиной тысяч, что на 16% меньше, чем годом ранее. Сможет ли новый закон побороть зло? Здесь мнения экспертов расходятся. Но что точно, закон заставит банки очень тщательно отслеживать все переводы. Возможно, даже будет некоторое замедление средней скорости переводов. Что же меняется? Банки начнут возвращать людям похищенные деньги в течение 30 дней после получения от них заявления. Но, главное, банк должен запросить информацию о плательщике и получателе платежа, а также от других контрагентов. И строго-настрого обязан проверить платеж на недобросовестность по шести признакам от центра банка. Итак, шесть признаков, когда звучит тревога. Первое. Банк знает, что по этому счету были мошеннические операции. Два. Счет получателя попал в специальную базу центра банка по мошенническим счетам. Три. В отношении получателя средств возбуждено уголовное дело. Четыре. Подозрительный перевод не характерен для клиента. По сумме перевода, по периодичности времени и по месту совершения. Пять. Другие организации сообщили о подозрительной операции. Например, телефонный оператор зафиксировал не характерную для клиента телефонную активность. Увеличилось количество входящих смс с новых номеров и мессенджеров. Шесть. Перевод средств происходит с устройства, которое ранее использовали мошенники. И информация о нем есть у регулятора. Вот так купил подержанный телефон с рук и можешь получить серьезную проблему. Банк получает сигнал тревоги и блокирует на два дня операцию и должен сообщить клиенту о причинах и рисках. Если клиент после предупреждения подтвердит свое поручение на совершение операции, банк обязан будет исполнить платеж и освобождается от ответственности. Внимание! Есть пятерка кейсов, когда банк должен вернуть деньги. Итак, первое. Если банк нарушил порядок проверки участников операции. Второе. Если банк пропустил тревожную информацию. Третье. Если банк не заблокировал подозрительный платеж и допустил зачисление денег на мошеннический счет, который находился в спецбазе Банка России. Четвертое. Если банк не направил клиенту уведомления о совершении перевода, который был совершен без его согласия. И, наконец, пятое. Если клиент потерял карту или ею воспользовался злоумышленник без его согласия, но клиент сообщал о потере контроля над картой. Новации в законе мотивируют банки к активному развитию антифрод-мир. Более того, банки начнут даже конкурировать друг с другом в сфере безопасности финансовых операций, обещая защитить граждан от жуликов. Это хороший знак, поскольку именно банки сегодня обладают максимальными возможностями противостоять натиску мошенников. Но их возможности не безграничны. Конечно, криминал не остановится ни на миг в попытках преодолеть любые защитные системы. Очень надеюсь, что скоро мошенникам станет просто невыгодно красть деньги у банков и их клиентов. Сейчас идет переток мошеннических финансовых потоков из банковского сектора в криптовалюту. Этот сектор значительно сложнее контролировать, однако с каждым месяцем доля смельчаков растет. Актуальная задача сил добра – создать белый подконтрольный крипто-сектор. Большинство клиентов банков – адекватные люди, которые будут избегать встреч с криминалом. А вот серийные жертвы, которые любят игры с мошенниками, будут выявляться банками и, возможно, им будут отказывать в предоставлении определенных услуг. Ну и последнее. Мошенники – прекрасные манипуляторы. Будьте бдительны. Пока. Ваши права нарушены? Вас обманули? Вы видите признаки мошенничества? Вы можете обратиться в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Стоп-Пирамида – специальный проект канала «Финверсия ТВ». Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. Проект не берет на себя право однозначно заявить, что тот или иной участник финансового рынка является мошенником. Наша задача – обратить ваше внимание на признаки недобросовестности или прямые нарушения требований законодательства и регулирования в соответствии с критериями Банка России.